Февраль в России – месяц геройских праздников. 15 февраля страна вспоминает воинов-интернационалистов, а 23-го поздравляет всех, кто когда-то служил в рядах армии. В честь этих праздников проводятся всевозможные мероприятия, встречи с ветеранами. На днях возможность услышать боевые свидетельства из первых уст появилась и у школьников Курагина. На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн и конфликтов ребята узнали очень много. Время было ограничено, но даже те небольшие истории военных лет заставили всех всерьез задуматься. Мне было 17 лет, я уже был в Новосибирском военном училище. Вышел с армии в 45-м году, в июне в 10-м. Служил я в десантных войсках. Слова поздравления и напутствие молодежи из уст тех, кто лично пережил страдания войны, звучали весомо, хотя и произносились спокойно и с грустью. На встрече присутствовали и матери парней, погибших на Кавказе. Особое слово поддержки и утешения было сказано также и для них. Поздравить низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тела, мамам, домам. Поздравить всех с замечательным нашим праздником, Днем Защитника Отечества. Вот присутствуют самые уважаемые ветераны Великой Отечественной, которым за 90 лет Степан Иванович Анатолий Пантелеевич. Огромное спасибо, низкий поклон за Ваше мужество, за Вашу работу, которую проводите с молодежью. И нам действительно ничего не стоит, как вот брать пример и проводить подобные встречи. Я вот, будучи в командировке в Чечне, всегда в трудные минуты вспоминал ветеранов Великой Отечественной. У меня отец был военный и также участвовал на войне. И всегда в трудные минуты вспоминал, испоминаю их подвиг. Они-то перенесли больше, чем мы. Думаю, если они пережили эти трудные времена, нам-то как не выстоять. Поэтому, будучи командиром отряда, я всегда ставил пример ветеранов Великой Отечественной войны. И, конечно, низкий поклон вам, что вы сегодня здесь присутствуете. Наша страна имеет славную боевую историю, и современные молодежи всегда есть с кого брать пример. Ребята приготовили творческие номера, поздравили ветеранов и гостей встречи. Их песни и танцы были, конечно же, посвящены военной тематике. Песня. 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 Здравствующие ветераны Великой Отечественной войны, а также участники локальных войн – это наша живая история. Поэтому общение с ними, пример их боевого прошлого – это лучший способ патриотического воспитания молодежи. Песня. 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 И за беду в караи Шли и шли обновь Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин